Уважаемые слушатели, согласитесь, фраза «последнее слово подсудимого» звучит очень мрачно, как будто после выступления в суде мне зашьют рот и навсегда запретят говорить. Все понимают, смысл именно в этом. Меня изолируют от общества и держат в тюрьме, потому что хотят, чтобы я молчал. Потому что когда-то наш парламент перестал быть местом для дискуссии, а теперь вся Россия должна безмолвно соглашаться с любыми действиями власти. Но обещаю, пока я жив, я никогда с этим не смирюсь. Моя миссия – говорить правду. Я говорил ее на городских площадях, телевизионных студиях, на депутатских трибунах. Я не откажусь от правды и за решеткой. Ведь цитируя классика «Ложь – религия рабов, и только правда – бог свободного человека». В начале своей речи я хотел бы обратиться к суду. Ваша честь, я признателен за то, как было организовано судебное разбирательство. Вы провели гласный процесс, открыли его для прессы и слушателей, не мешали мне свободно высказываться, а моим адвокатам работать. И вроде бы вы не сделали ничего особенного, так и должны проходить суды в любой нормальной стране. Но на выжженном поле российского правосудия этот процесс выглядит как что-то живое. И поверьте, я это ценю. Скажу вам откровенно, Оксана Ивановна, вы и сами произвели необычное впечатление. Я обратил внимание, с каким интересом вы слушаете обвинителя и защитников, как реагируете на мои слова, как сомневаетесь и рефлексируете. Для власти вы просто винтик системы, который должен безропотно выполнить свою функцию. Но я вижу перед собой живого человека, который вечером снимает мантию и идет за покупками в тот же магазин, где моя мама покупает творог. И я не сомневаюсь, что тревожат нас с вами одни и те же проблемы. Уверен, что вы, так же как и я, потрясены этой войной и молитесь, чтобы этот кошмар поскорее закончился. Знаете, Оксана Ивановна, у меня есть принцип, которому я следую многие годы. Делай, что должен и будь, что будет. Когда начались боевые действия, я ни на секунду не сомневался в том, что должен делать. Я должен быть в России, я должен громко говорить правду и должен всеми силами останавливать кровопролитие. Мне физически больно от осознания того, сколько людей погибло в этой войне, сколько судеб искалечено и сколько семей лишилось своих домов. С этим просто нельзя мириться. И клянусь, я ни о чем не жалею. Лучше провести 10 лет за решеткой, оставаясь честным человеком, чем молча сгорать от стыда за кровь, которую проливает твое правительство. Конечно, Ваша честь, я не жду здесь чуда. Вы знаете, что я не виновен, а я знаю, как давит на вас эта система. И очевидно, что вам придется вынести этот приговор. Но я не держу на вас зла и не желаю вам ничего плохого. Однако постарайтесь сделать все от вас зависящее, чтобы не допустить несправедливости. Помните, что от вашего решения зависит не только моя личная судьба. Это приговор той части нашего общества, которая хочет жить мирно и цивилизованно. Той части общества, к которой, возможно, относитесь и вы сами, Оксана Ивановна. Воспользовавшись этой трибуной, я также хотел бы обратиться к президенту России Владимиру Путину. К человеку, который несет ответственность за эту бойню, который подписал закон о военной цензуре и по воле которого я сижу в тюрьме. Владимир Владимирович, глядя на последствия этой чудовищной войны, вы, наверное, сами уже понимаете, какую тяжелую ошибку совершили 24 февраля. Наши армию не встречают цветами. Нас называют карателями и оккупантами. С вашим именем теперь прочно ассоциируются слова «смерть» и «разрушение». Вы принесли страшную беду украинскому народу, который, наверное, никогда нас не простит. Но ведь вы ведете войну не только с украинцами, но и со своими соотечественниками. Вы отправляете в пекло боев сотни россиян, многие из которых никогда уже не вернутся домой, превратившись в прах. Многие останутся калеками и сойдут с ума от увиденного и пережитого. Для вас это просто статистика потерь. Цифры в столбиках. А для множества семей это невыносимая боль утраты мужей, отцов и сыновей. Вы лишаете россиян своего дома. Сотни тысяч наших сограждан покинули Россию, потому что не хотят убивать и быть убитыми. Люди бегут от вас, господин президент. Неужели вы этого не замечаете? Вы подрываете основу нашей экономической безопасности. Переводя промышленность на военные рельсы, вы поворачиваете нашу страну вспять. В приоритете снова танки и пушки, а наши реалии снова нищета и бесправие. Разве вы забыли, что такая политика уже приводила страну к развалу? Пусть мои слова прозвучат глазом вопиющего в пустыне. Но я призываю вас, Владимир Владимирович, немедленно остановить это безумие. Необходимо признать политику в отношении Украины ошибочной, вывести войска с ее территории и перейти к дипломатическому урегулированию конфликта. Помните, что каждый новый день войны – это новые жертвы. Хватит. Наконец, я хочу обратиться к людям, которые следили за этим судебным процессом, поддерживали меня все эти месяцы и с тревогой ждут приговора. Друзья, какое бы решение ни вынес суд, каким бы суровым ни оказался приговор, это не должно вас надломить. Я понимаю, как вам сейчас тяжело, как мучает ощущение бессилия и безнадежности. Но вы не должны опускать руки. Пожалуйста, не впадайте в отчаяние и не забывайте, что это наша с вами страна. Она достойна того, чтобы за нее бороться. Будьте смелыми, не отступайте перед злом и сопротивляйтесь. Стойте за свою улицу, за свои города, а самое главное – стойте друг за другом. Нас гораздо больше, чем кажется, и мы с вами огромная сила. Ну а за меня не переживайте. Обещаю, что выдержу все испытания, не буду жаловаться и пройду этот путь достойно. А вы, пожалуйста, обещайте, что сохраните оптимизм и не разучитесь улыбаться. Потому что они победят ровно в тот день, когда мы утратим способность радоваться жизни. Верьте мне, Россия будет свободной и счастливой. Илья Яшин, Мещанский суд, 5 декабря, 2022 год. Субтитры создавал DimaTorzok